Привет, друзья! С вами Кирилл. На этом канале мы изучаем английский язык. Сегодня я хочу поговорить с вами на интересную тему. О том, как конструкция won't плюс глагол выражает не будущее время, а кое-что другое. Что именно? Давайте разбираться. Рассмотрим такой пример. Первая часть нашего предложения в настоящем времени. Мне нужно добраться на работу. Что касается второй части, на первый взгляд похоже, что здесь у нас будущее время, ведь won't – это сокращение от will not. Попробуем перевести. Но моя машина не будет заводиться. Звучит немного странно, как будто мы заранее знаем, что машина не заведется, потому что на самом деле это не будущее время. При помощи выражения won't плюс глагол мы можем сказать, что кто-то или что-то отказывается выполнять что-то в настоящий момент времени. The car won't start – значит, моя машина не заводится. Моя машина отказывается заводиться. Не в будущем, а в данный момент времени. Значит, правильно перевести предложение нужно таким образом. Мне нужно добраться на работу, но моя машина не заводится. Если речь идет о предметах, выражение won't плюс глагол используется, когда что-то в данный момент не выполняет свою функцию, не срабатывает, или, как мы говорим в разговорной речи, не хочет работать. The door won't open – дверь не открывается. The window won't close – окно не закрывается. My computer won't work – мой компьютер не хочет работать. My iPhone won't update – мой iPhone не обновляется. Если речь идет о людях или животных, то выражение won't плюс глагол переводим как «отказываться» – не хотеть что-то делать. I've tried to explain everything to her, but she won't listen. Я попытался ей все объяснить, но она отказывается слушать. I've tried to calm her down, but she won't stop crying. Я попытался успокоить ее, но она никак не перестает плакать. Мы переводим такие предложения в зависимости от ситуации. «Отказывается» – никак не хочет делать что-то, не хочет работать. Допустим, следующее предложение. The dog won't stop barking – можно понять, как «собака отказывается переставать лаять». Но перевести его лучше так. «Собака не перестает лаять» или «собака лает не переставая». Главное – понимать смысл этого выражения, тогда с переводом проблем не возникнет. Это выражение также используется в прошедшем времени, тогда «won't» меняется на «wouldn't». I invited her to my birthday, but she wouldn't come. Я пригласил ее на день рождения, но она отказалась приходить. I asked him to stop talking, but he wouldn't keep quiet. Я попросил его перестать говорить, но он отказывался вести себя тихо. His cat wouldn't stop meowing – его кошка мяукала, не переставая. Ознакомившись с этой темой, многие задают вопрос, как понять, когда «won't» – это обычное будущее время, а когда – отказ выполнять действие. Давайте рассмотрим такой пример. The car won't start unless you put the key into the ignition. Машина не заведется, пока ты не вставишь ключ в замок зажигания. В этом предложении у нас простая констатация факта – машина не барахлит, она не отказывается заводиться в данный момент, она просто, в принципе, не заведется без ключа. И сравним его с предложением. I need to go to work, but my car won't start. Вторая часть предложения точно такая же, но значение немного другое – моя машина не заводится сейчас. Небольшой лайфхак. Won't в значении «отказываться» или «не функционировать» обычно можно заменить на refuse или not work. Подводим итоги. Если нам нужно сказать, что что-то не выполняет свою функцию, не срабатывает или кто-то отказывается что-то делать, можно употребить формулу won't плюс глагол для настоящего времени и wouldn't плюс глагол для прошедшего времени. Я надеюсь, что это видео было для вас полезно. Если это так, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Смотрите ссылки на другие полезные видео по изучению английского языка под этим видео. Спасибо за то, что смотрите. Увидимся в следующих уроках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!